привет зрители и подписчики моего канала сегодня я собираюсь печь хлебушек нам понадобится совсем минимум ингредиентов кому интересно оставайтесь со мной делаем тесто 0 5 литра теплой водички 0 5 столовых ложки сухих дрожжей 0 5 столовые ложки соли и муки примерно 800 грамм тесто должно быть немного жидковатым вот примерно вот такой консистенции сейчас я еще его немножко до мешаю чтобы не было комочков и оставлю при комнатной температуре на час через час посмотрим что у нас вышло у меня есть вот такая форма эта форма из пекарни в которой пекут хлебушек для магазинов сейчас я ее смажу маслицем мы посмотрим как подошло наше тесто будем его выкладывать от кто давно печет хлебушек в таких формах хочу спросить у вас совета почему-то мне сказали что ее нельзя мыть я ее и не мою я пеку хлеб и не в первый раз но и не очень часто правильно ли я делаю что не мою эту формочку и также мне интересно если действительно ее нельзя мыть то по какой причине посмотрим какая консистенция у нас получилось вот такое жиденькое тесто и сейчас я его буду отправлять форму смазала про плохо руки маслом и тесто липнет к рукам приминать его я не буду дам ему постоять еще какое-то время время будет зависеть от того сколько градусов у меня помещение тесто может быстро подняться может и медленно смотря сколько градусов у нас у вас дома так как я давно не пекла хлебушек и у меня вот эта часть теста не вошла формочку в мою я теперь думаю что с ней делать может быть добавить немного муки и сделать что-то типа лепешек или оладушек думала думала что мне сделать все таки с этим оставшимся тестом то ли заморозить то ли выбросить ну и решила сделать вот такие лепешечки ничего кроме муки я в них не добавила сейчас с вами пожарим посмотрим как оно получилось все таки хорошо что я решила не выбросить тесто а пожарить лепешечки на завтрак сверху я посыплю на них какао и ванилин вот что у меня друзья получилось думаю хлебушек вернее тесто пора ставить в духовку поставила формочку с тестом в духовку температуру выставила 200 градусов таймер выставила на час но время от времени буду подходить и смотреть как ведет себя наш хлебушек может быть придется убавить температуру либо прибавить будем наблюдать вот такой хлебушек прекрасный у меня получился почему-то мне хочется его сверху помазать маслицем помазала все таки я его маслицем чтоб он был красивенький сейчас он постоит немного в формочке остынет мы с вами его вытащим оттуда и посмотрим в разрезе вот такая булочка хлебушка у меня получилось сейчас мы ее разрежем вот посмотрите какой хлебушек с дырочками получился у меня он еще прям горячий пригорячий так что рекомендую вам этот рецепт всего вам доброго пока пока а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok